3 октября 23 года, солнечно, все так же хорошо, и сегодня даже 20 градусов, я просто в рубашечке, в маечке, и достаточно налегке себе. Сижу такая, думая, то ли я себе какую-то такую челку, старые фотки смотрела, то ли я какую-то такую себе типа челку, чуть-чуть тут чикнуть, чтобы как-то так у лица было. Как вам, как вам, скажите? Короче, рассказывала в сторис веселую историю, ссылку вставляю на инстаграм где-нибудь тут, сидим мы с Эндрю на летней террасе, пьем кофе, приходит мама с мальчиком, ему, наверное, лет 5-6, где-то так, и он сначала идет мне улыбается, я не заметила, улыбается, улыбается безрезультатно, и в итоге он идет, идет так, типа кашляет так специально, и я такая думаю, ну, я уже тогда обратила внимание, послела на него такая типа, и заржала, и он такой улыбнулся, Вольный пошел играть с рикой, с малых лет уже флиртует, короче, флирт это вне возраста, короче, блин, да, и спасибо за лайк, комментарий данному видео, бесплатную благодарность блогеру за его старания, Что-то я захотела себе какую-то такую срань, какую-то такую срань небольшую тут у лица, буквально таких пару коротеньких штучечек, Как-то хочется какой-то такой небрежности, неряшливости, незализанности, я смотрела старые фотки, Пострела, мне там чикали парикмахеры чуть-чуть так вот около лица, и мне было так очень ничего, Как-то так, как-то так уже неплохо, короче, давненько с вами не говорила, что еще раз сказать, у нас спокойно, У нас никаких шумных действий не происходит, аж удивительно, аж удивительно, к чему там, кто готовится, И свет хороший какой, хотела найти блеск, но его нет, его нет, я так не хочу прощаться со своим загаром, Где он есть? Так уже какая-то эротика начинается, тут спортивный топ, ничего такого, где оно есть? Не буду, короче, все, это будет вульгарно и некрасиво, я не хочу так, я не хочу так. Так, мы с Ксюхой планировали еще поставить себе съемку, вот так, на начало октября, а уже начало октября, кстати. Я так рада, что я еще, хоп, с голыми ногами, мне это очень нравится. Может мне к съемке чихнуть здесь пару так прядок? Вот проблема, да? Задача. Ну это же барышни, это же логично все. Вот как-то, или просто укладываться так, как тут эту переднюю прядь так хочется. Воздушность. Воздушность и летящесть. Ну и корни надо обновить, конечно же. Корни с вами уже обновляли, поэтому я не буду вам демонстрировать миллионный раз, хотя вы любите, я знаю. Но тупо одно и то же, тупо одно и то же. Ссылку могу оставить на видео под описанием, как осветлиться, как затонироваться и всякое такое прочее, кому интересно, кому надо в домашних условиях, без миллиона денег потраченных. Может вы тоже захотите и тоже будете себе делать. Пишите какие идейки, еще хотите видосы, что подснять. Мейк. Мейк надо. Такой мейк надо. С моими любимыми инглотовскими блесточками. Кстати, у нас открыли инглот еще на Большой Васильковской в Киеве. Кто не знает, заходите обязательно. Вообще, я эту марку рекомендую от всей души, потому что что не попробуешь, там все прекрасно. И тени, и помады, и всякие глиттеры, которых обычно не хватает. И у других компаний, я уже вам говорила, они бывают такие дешманские и некрасивые. Красивые какие-то, выглядят как-то супер колхозно, типа, да. А вот у инглот они такие изящные и прям такие, как пыльца такая. Очень, короче, красиво. Очень, короче, красиво. На тарахтила, пошла дальше. Давно не пользовалась лаком и не особо его люблю. Но для того же, чтобы поставить как-то передние пряди, даже если наброшу, они у меня как-то не очень долго держатся. Надо просто вот так вот поднимать их. Да. И вот так вот как-то ставить. Тогда будет объем. Чуть не крутанула руль, и сейчас бы все это дело полетело. Помню еще, что в прошлый блэкаут сидели, тосковали, грустили. А в этот раз, я думаю, буду вам снимать видосики. Буду снимать всякие разнообразные видосики, и будет красота. И вам настроение подниму, потому что унывать я не планирую в блэкауты. Кстати, я читаю сейчас книгу. И отварная рыба, ключевое, жареное, не работает. А отварная рыба помогает от депрессии. И я, Эндрю, сказала, что в блэкаут, если он будет у нас опять, я буду варить рыбу. Сидеть в темноте и варить рыбу. Чтобы поднимать себе настроение. Но жареное уже нет. Поэтому запомните. Надо найти какой-то рецепт еще с отварной рыбой. Какую рыбу можно отварить? Дорада можно отварить, или это будет мерзко? Мы, когда на Крите были, пробовали, нам давали суп в рейстике в одном. И там рыба, надо было спросить ее название. Она такая, она нежная, белая. Она не воняет ничем, вот никакого запаха не имеет специфического. Такая, как курица практически. Я сначала подумала, что курица. И очень безумно вкусно такую рыбу я бы ела. Но где ее найти, блин? Скорее всего, у нас ее может быть и нет. А если есть она замороженная, такая, знаете, какая рыба бывает. Скучная, грустная, невкутная и грудная, короче говоря. Я в рубашке, в майке. Третья. Запуталась. Третья. Третья, да. Вчера на вокзале была. Третья. Октября 23-го года. И я безумно наслаждаюсь этим и кайфую. Потому что погода просто супер. Сейчас заходила в инсту, народ ноет, что им, блин, холодно. Вы серьезно, гайс? У нас, блин, как будто нам лето продлили. Это же просто роскошь. Солнце светит. Вот на мне сейчас отражается на фасаде дома. И сейчас на мне. Солнце светит так, что я просто ехала и закрывала вот это вот дело, чтобы просто вот... Поняли, да? А народ ноет. Все замечательно, все прекрасно. Нас еще не обстреливают. И у нас тишина. В Харькове бабушка сказала, что было не очень весело на днях. Прилетела там несколько раз. Крышки и овощи. Перец и лук, кстати, бабушке. Кусок цебу. Да, я такое буду, люблю такое. Из Харьковской области. А еще томаты какие были из Харькова. Какая-то птичка поет. Мы опять, короче, на озере провожаем окончательно лето. 30-е сентября. Продолжение предыдущего влога. Тебе все видно, не? Крышку. Икрулышки, там, икрулышки. Что надо дать? Крышки. Зачем? Пробудь собачьей, все вылили. Ваша вкусная теория. Так вылили. Так, еще косметическая минутка обязательно должна быть, да? Я же не показывала, какое масло привезла с Греции. Вот оно, масло массажное для лица. Вот все по-человечески, да? Все по-человечески. Вот тебе каталог с продукцией, да? Почитаешь, можешь себе выбрать. Кстати, я уже нашла. У нас тоже можно данный бренд откопать. Здесь куча-куча всяких разных описаний. Ну, на нашем нет. Вроде как я. А, нет, на русском есть. На русском есть. На украинском нет, есть на русском. И тут, короче, да, все про данный бренд. Вот. Потом дают тебе визитку, где мы находимся. Ретимно, да? Там пляж, да-да-ты. Все понятно, все логично. Такая визиточка с картой. Что-то еще раз, если что, пришел к ним, если тебе понравится. Что еще? Куча пробников. Даже спросили, мужчина имеется? Я говорю, имеется. Или мужчины вручили, да? Я уже один даже попробовала крем для лица. Мне маловато было увлажнение. Я бы его не брала бы, но остальное еще попробуем. То есть тут всякие, чего у нас в аптеках уже, блин, нет. Потому что что у нас тырят? Тестеры и потом продают. У нас нельзя птулком тестеры еще взять. А когда можно было, я помню. Урьяж брала мне. Столько много дали. Вот реально столько же. Сейчас все раскрипают, короче, и перепродают. Стоимость данного масла вот такая. О, хорошо. Он так сфокусировалась. 18 евро стоит. Проходит по объему в ручную кладь. Мы же с ней ездили. Так, я сейчас покажу. И вот такое в стекле масло. Здесь очень много трав и масел. Это очень-очень прикольно. И местный бренд. Пахнет. Ой, я так люблю, как пахнут эти с травами. У меня же брала один продукт. Я не помню, показываю. Так, фокус, иди сюда. Эээ, давай. Уже чуть темнеет, поэтому... Блин, так быстро сейчас солнце садится. Попытайся что-то успеть снять вам. Буду свет уже скоро вы себе расставлять, мастить. Короче, вот такое скритом. Их местное масло для массажа лица буду делать. Я люблю такое мега увлажнение. Мне нравится. То есть, например, просто кремчик увлажняющий. Он для меня вот... У меня хоть и комбинированная кожа, но я не люблю, короче, очень легкие такие продукты. Попробую. Расскажу. Но ароматы их. Надо вам будет еще показать первый продукт, который я брала, когда в прошлый раз ездила. Давай, фокус. Фокус. Ну где ты делся, блин? О, нет. Короче, света уже маловато. Попробую. Расскажу состав. Сейчас состав. Так. Секунда. Где состав у нас? Так, на греческом вряде вы разберетесь. Поднесла к окну, чтобы вам было лучше видно. То есть, вы видите, да, состав? Сколько там масел? И они на первых местах. Соответственно, не экономили производители данного продукта на ингидиентах. Я такой лайк буду пользоваться. Обязательно вам отчитаюсь. И сразу скажу, что у нас найти его тоже можно. Цена приблизительно такая же. Но сам факт привести, понимаете? И спасибо за лайк и комментарий данному видео. Подписывайтесь. Не забывайте, потому что очень большое количество людей смотрит не подписавшихся. Все. Обзор закончен. До новых встреч, КАИС. КАИС.